Ребят, всем привет! Это такое будет необычное видео, ну, по крайней мере для вас. Я вам предлагаю со мной посетить пару магазинчиков, то есть сходить с утра, именно по маршруту, к которому я хожу. То есть вот мне Маришка прислала такой списочек. Тут надо купить, получается, баночку сгущенки, получается маскарпоне или рикотту сыр, это все для рецепта, сливки для сбивания 33 или 35% жирности, замороженную малину или клубнику и свежих огурцов. Но потом я еще поеду в фермерский магазин, поэтому это такое видео, знаете, такое будет, не знаю, интересное для вас, неинтересное. Но если оно вам понравится, я увижу много комментариев, лайков, то есть, соответственно, вы будете со мной ходить по магазинам чаще. То есть вот мы это за практику возьмем. То есть такое, знаете, можно сказать, не онлайн, но видео без нарезок. То есть вот сейчас вот именно я зайду в семью, потом выключу, потому что, ну, иначе телефон просто сядет. В семью походим, по семье полностью там до кассы, вплоть до кассы там дойдем. Все, с машины до магазина, с магазина до машины, да? И потом так же в семью. Фу, фермерский. Там надо купить молочка, зачем? В общем, если вам понравится, пишите, лайки, комментируйте. И это мы будем делать с вами постоянно. Все, пошли. Как я провожу время с утра. Опа. Сейчас машинку поставим. Многие, конечно, будут на нас смотреть с вами как на идиотов. Ну, на меня, по крайней мере. Потому что человек ходит с телефоном. Ну, мы так-то ходим, но вот что прям не выключая, такого, конечно, не бывает. Сейчас еще посмотрим, как реагирует охрана в семье. Ну, я, в принципе, думаю, что должен на меня отреагировать нормально, потому что я служил много времени здесь так с телефоном ходим. У нас были ситуации, когда, получается, оставляли, как сказать это правильно, замечания для этой компании. И, в принципе, администрация данного заведения, данная семья, в принципе, идет вообще сюда навстречу. Даже были проблемы, получается, отбивание по карточкам. То есть, не было на некоторых кассах такого, как сказать, как называется. Ну, в принципе, охрана проходит нормально. Все из охраны. Там тенькают, и, получается, штрих-ход считается на карточке. Мы записали про это видео. И, в принципе, ТРК семья, вот именно администрация устранила это, ну, за дня два-три. То есть, вообще, мало всего в этом плане. Но перехваливать не буду. Так, давайте сначала пойдем от высотки будем. Моги, смотри. Наверное, за идиота держит. Так, вот огурчики. Смотри, мне понравились в свое время обучки. Сейчас попробую одну указу сделать. Хорошо. Сейчас я вас положу. Дорогу цов. В прошлый раз мне понравились такие огурцы. Сейчас я подчиняю. Ну, рука-никита, по полу-гряблая. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok я с ним сыр здесь много всегда меняется всего сейчас мы найдем девушка подскажите пожалуйста а сыром рикотта или маскарпоне можете помочь найти до маскарпоне и рикотта у девушки да спасибо сейчас мы достанем волшебный списочек девушка пожалуйста рикотта или маскарпоне 250 грамм можно свеженький на кусочком а где вы взять а давайте вот он настоящее ну плане то что не российский российский настоящий вроде ничего такого не написано лишнего спасибо вам большое а 10 девушка очень вежливо давайте вместе на самом деле выбора сыров очень много в семье всегда мы здесь брали у них единственное в перми есть где мы нашли получается швейцарский сыр такого что-то знаете как настоящая то есть привезенная потому что связи с этими санкциями очень тяжело найти много сыров различных поделок российских брали мы несколько сыров российских брали дорогие там за 2000 с копейками брали дешевые нарезали смотрели то есть и там там пальма есть а вот именно в импортных пальмы нет спасибо большое так дальше смотрим по списку наши взяли мы огурцы взяли больше срикотту банку сгущенки надо взять сливки для сбивания пошли за банкой сгущенки сгущенку надо взять опять же без всяких добавок очень много обмана пишут гост а на самом деле сгущенка это не сгущенка вот опять же прилавки много рогачёв марина берет что ей нравится став нормализированная сахар сахароза лактоза смотрим что здесь я всегда читаю что состав молоко сырное сгущенное с сахаром то есть массовую долю вот молоко сырное получается с сахаром все это есть сгущенка молоко пластика стоит 79 рублей получается ладно поехать дальше сливки для сбивания 33-35 процентов 250 миллилитров получается надо найти но я знаю где примерно эти сливки уже лежат поэтому сразу идем туда я ребят по-быстрому потому что мне еще надо заскочить в фермерский магазин потом еще надо приехать домой записать этот и еще маришка записала видео про сумку сейчас следующее видео будет про сумочку которую она берет в роддом сливки для сбивания сливки для сбивания они там в конце просто очень большие прилавки и здесь с утра собирается очень много бабушек дедушек за молоком я так и не понимаю за каким молоком они ходят я сейчас у девушки спрошу девушка подскажите пожалуйста а с утра с очередь бывает за каким молоком за каким молоком с утра ручьи здесь бывает просто интересно я вас не снимаю что за дефицит такой мы сегодня с женой ходим с утра а они как бы с утра забирают по цене да нормально спасибо большое извините это в общем получается акция так как молоко подходит в строку трудности его выставляют подешевле и соответственно бабушки с дедушками приходят берут подешевле то как выигрывает так сливки 33 35 процентов жирности маришка сказала что какие-то валю вроде нет вот и петмоу петмоу посмотрим сколько жирности процентов 22 процента жирности не подходит так что же найти что же найти вот 33 33 процента жирности стоит 356 рублей сливки а сколько здесь миллиграмм дофига их здесь миморишка не поймет если я столько возьму так по срокам срок в принципе нормально до 12 месяца ижевск единственное что очень много единственное что очень много да это литр получается и литра это много реально много молочная речка вот это вот не знаю а надо 250 там 7 процентов жирности ну придется брать его потому что другого пока ничего не вижу так для сбивания они прямо так и называются ну вот получается 33 процента жирности возьмем литр что делать теперь пускай пьет молоко в смысле это кофе свое так следующее что нам надо ягоды найти ягоды клубнику либо малина заморожена 250 грамм давайте сейчас еще раз проверю по списочку муж со списком так и назовем видео так молоко сгущенное маскарпоне или рикотту мы взяли сливки для сбивания взяли замороженные ягоды свежих то есть у нас остались замороженные ягоды и мы в принципе готовы ехать в фермерский магазин там я так же включусь то есть будет видео состоять как бы из двух частей от машины до магазина и с магазина до машины то есть сейчас я так же знаю где здесь ягоды есть что мне нравится здесь еще в гипере замороженные грибы продают тоже на развес разные красноголовики ну постоянно всегда все есть то есть такое как бы фермерское даже я сказал так вот мы заходим в ларь в лари стоят замороженное и в них обычно ягоды есть а вот да вот ягоды есть получается вот я нашел клубнику сейчас отогну пакетик и насыплю клубнички так 250 надо 250 грамм там кстати грибы я сейчас зацеплю вам покажу вот так вы мне пока не падайте держитесь ребята не падайте бабушки сейчас бабушки покупаю единственное что паренька мне может привлечь сыр потому что я взял наверное не такой какой она хотела и ей надо было 250 ну она сказала рикотту мы рикотту взяли сейчас покажу вот так вот она выглядит в принципе она сказала рикотту рикотту я взял а гусы взял поменьше потому что они какие то не свеженькие непонятые сейчас покажу вот грибочки все есть пожалуйста ягодки вот такие есть малина кстати она просила вроде даже малину сейчас мы посмотрим вот это брусничка а вот это получается брусничка вот это получается брусничка здоровья вам всего хорошего так ну что сейчас мы взесим получается ягодки я взял чуть побольше Маринка любит клубнику поэтому я взял немножечко побольше так давайте снова поменять следующее смотрим следующее следующее так вот так вот это ягоды замороженные а вот на заморозке следующая клубника вот вот такая цена вышла все теперь в принципе мы идем на кассу покупаем и в машину небольшие небольшие покупки бывает беру очень много бывает на полторы за раз тысячи по две тысячи ну то есть все зависит от того как Маринка мне задача нарежет что она будет записывать и для записи либо это надо или просто так так ну все мы стоим в очередь тележечку здесь составим потому что тележка не полная так девушку ребята в кадры не буду брать потому что многим не нравится стесняются ну мы на всякий случай спросим все это мои покупочки так ну акция на жвачки вот есть сейчас я обычно акция если есть бюро дирол орбит дирол дирол не зашел нам орбит но бывают большие еще мы на большие акции берем такое коротенькое видео именно по этому магазину там скорее всего в фермерском подороже подольше будем выбирать потому что нарежки там нарезала тоже купить пельмешку да еще а может наоборот здесь быстрее выйдет или там быстрее не знаю даже пока посмотрим ну здесь знаете все отлажено тут очень быстро то есть на кассах долго не стоишь обычно все это быстро 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 и все постоянно мы сейчас обсуждали что где работает лучше именно из торговых сетей и заметили такую такую тенденцию что в семье получается постоянные продавцы то есть это говорит о том что ну значит хорошо относятся администрациями к своим работникам здравствуйте здравствуйте ну наверное ребят на этом будет включаться потому что у меня карта в телефоне дисконтная и получается этот скажите мне и плачу я тоже телефоном вот такие покупочки и хотя ребят знаете сегодня тоже вышло получается 991 рубль вышел так что в принципе ну пакетик такой увесистый мне так кажется достаточно ну сливки дорогие вышли и ягоды остальное в принципе так себе сейчас в фермерский побежим с вами зайдем и потом домой тепло что-нибудь вкусняшку наверняка мне уже приготовила с утра покушать потому что я уже только яблочко успел перехватить обычно она меня с утра кормит сегодня не успели сегодня я что-то проленился немножко пролежал дольше даже зарядку не успел сделать да ребят лентяй бывает что теперь все вы такие наверное тоже немножко бывать лентями вот вот наша ласточка все так и поехали так ты 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 давай открывайся уже оба обзор багажничка что у нас тут есть так так все ребят садимся ребят я подъехал к фирменскому магазину и не узнал представляете сейчас я вам покажу раньше многие писали подписчики что на забегаловку было похоже сейчас это реально красивое здание реально красивый магазин то есть сделали отделку сделали его больше так смотрите вот списочек да то есть это вот что надо сейчас купить это что мы купили получается в семье почерк корявый так что не пытайтесь прочитать я его сам бывает не разбираю так и быстро пишу но у каждого есть свои недостатки у меня вот есть такой недостаток ну что пойдемте сайт и ухухухухух смотрите как он красивый стал и все равно видите кто то уже покрасил окна все равно есть люди которые пакостят я вот не понимаю таких людей я не понимаю таких родителей которые не объясняют своим детям что пакостить нельзя но это же принципе как бы ну вы портите облик города так я по списку жена сказала купить готов называть спасибо огромное меня воришка просто все время по списку за посылает тоже боится на заряжает сейчас выберем чего-нибудь вот и сколько всего хорошего вкусного у вас такой магазин красивый стал снаружи просто вообще просто реально стал красиво а ты окна кто-то испортил уже покрасили туда там синий краска это на окне я думаю блин кто-то испортил у нас что-то люди это очень хороший продавец этого магазина так ребята сейчас будем будем называть список так пельмени губернаторские килограмм пакет берем спасибо вам огромное вы нам настроение поднимаете вкусняшками так что у нас ну вот ребят видите список он достаточно такой небольшой но я наверно сверху что-нибудь еще возьму опять экономит 5 что-то покупает я вижу что тут йогурт есть с отгущенкой часто возьму себе и насти очень вкусно и не такие густые густые я наске беру на неделю обычно тоже она каждый раз каждого утра берет в школу и пьет так капустные получается перемешки килограмм со спиком очень вкусно я сейчас домой приеду заточу по быстренькому это дело я люблю с удовольствием приходите вы вам рады конечно я буду сейчас не вижу что если все кто-то я тебя пока не нравится и я дальше так получается колбаса точно вот маришка сало не в сало а сало это надо в сало смотрите какой вывод это все сало вкусненькое там есть и шпик такой намотый и такой с мяском и потоньше короче выбора ребят приходите не пожалеете в магазине такого не найдешь вот типа семья есть вообще выбор фермерского у меня вот эти вот эти вот еще хочешь вообще вкусняшка вкусняшка что-то хочу еще взять пока не знаю что но йогурт точно возьму а йогурт свеженький да вот этот который с угощенкой вот давайте получается 5 штучек вот этих все заберу вот они прям стоят ребят и все заберу со сгущенкой один прямо сейчас машине выпью и носки 4 как раз на деле заканчивается это со сгущенкой да 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 а просто а это кратко это без без не классику не нужно вот именно со сгущенкой вкусненькая а строжку 2 2 литра жена сказала по строжку вот ребят вот это молочко моришке очень нравится такой строжку очень нравится на реально вот прям пьешь и напиться не можешь вкусненько а йогурт я беру все друг будет за сбегать вот такие густые вот видите даже его видно увидел как это медленно медленно стекает как очень густая сметана прям такой вот можете зайти даже посмотреть у них свое видео есть рассказывают где производство такое что-то изготавливать как изготавливать везде лепка идет пельменей в принципе я говорю все вот прям для клиента клиента ориентированный магазин вот так колбаски не копченой колбаски не копченой есть колбаска не копченой камень вареная давайте возьмем вареную и получается сардельки тогда колбаску возьму сколько есть колбаски без разницы на это это есть это должна давайте давайте половиночку поэтому чтоб раз на пробу толстым конечно форска маришка любит эту глупостой я это сейчас там без колбасы нормально жил живу маришка вообще не может нас куплю чего вот они бутербродники это все бегают а хлебушек свеженький не привезли хорошо спасибо это сегодня заеду поеду я больше всего до маленькую булочку это берет на том что я спрошу как-то название сейчас попрошу что позвонила вам чтобы ставить так все принципе ребята вот такой пакетик а сама еще сама вкусненькая вот которая с прожил очками а соседние получается там будет булочки продавая пекарня еще продавать вот соседнего класса вы пока не знаете все понял вот это да 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 вот это вкусненько смотрится прям мягенькая вижу прям вообще вот так вот да 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 сейчас на пробу а вообще привезут если что этого такое нет вот именно такое что прям красиво я просто не представляете я просто склюна пошла смотрите какая красота там мясо сало что вз Analys что можно взять mayın и ええ ой опять просто давайте давайте все оde auf стоит об step держу в этом да да заберу какой по лесу он лайку вы посмотрите кусочек только там мяско это дело ребят я ни один суп не могу это есть без сала без лука я даже прихожу кушать вот протезка и где этому слову у них цвя по ресторанчика слова они уже знают меня когда я прихожу суп беру у них они сразу . нарезают все ребята тогда получается вот такое цельцом будут включаться пусть мне опять же надо оплачивать с телефона и карточка получается также здесь делать действуют дисконтные скидки по их карточкам по приложению получается не карточкам приложение с телефона ребята хочу вам показать посмотрите а нет еще через две недельки ждем пускай сидит какая красота а значит не показал чек чек в пакете 800 с копейками вышло общий ценник был 1500 с копейками что-то но так как мы постоянно покупаем у нас накопительная скидка идет там и соответственно списали получилось чуть ли не половина даже чуть больше да нет половина половина получается баллами оплатил баллы списали получается остальное ну вот так получилось ровно половиной оплатил прикольно конечно прикольно причем эта скидка она действует знаете как если на два члена семьи получается маришка покупает и у меня карточка привязана то есть мне тоже зовут а все спасибо о сардельки ребят привезли под эти куплю вот машина вышла это фермер вот видите это фермер который привозит получается и послали меня это как и мне послали этого фермера сказали что садыльки пришли надо купить потому что маренька любит сардельки нас к любит сардельки славка любит я люблю садыльки да все любит сардельки кто не любит садыльку так что мы пойдем сколько ой спасибо вам огромное ой какая красота ребят смотрите все сейчас дождусь а сарделек сейчас возьмем штучек 6 мера сразу чтобы потом покушать сейчас возьмем штучек 6 мера сразу чтобы потом покушать видите я беру это рекорд магазин то есть сразу фермеру рассказывают что где-то не так так и фермер уже может исправить под клиента что-то добавить что убавить очень удобно ребят кстати тут недавно по первому телеканалу дня два назад были была передача и где говорили что не надо покупать и фермеров покупайте магазинах но что у фермы вообще не понятно еще как они бляжут и ребята вранье скорее всего просто у крупных ритейлеров у них падает выручка для того что люди начали как бы разбираться начали покупать более натуральное то есть идти более натуральному и поэтому она не пытается таким образом то есть через сми именно сказать что вот покупайте именно в крупных магазинах то есть ребят я вам сразу говорю что у нас знакомые есть по молочкой занимается в перми именно поставки молока и были на заводах молока ребят вообще практически нет их завода только на покупать у фермеров вот по фермеру сразу определить если у фермера не очень портится молоко да вот у него вы почувствуете же сразу там был у нас такой мы покупали тоже одно фермер молоко и как-то маришка взяла и получается вкус как воды горит ну то есть начали водяжить больше этого фермера не покупали ну и соответственно как бы мы сказали об этом и фермеры сделали замечательно вроде даже с ним расторгали тоже договор больше не брали в молоко только таково что-то было я к сожалению сейчас только напомню что и вот у нас есть видео во благо начали по сметане маршрует сметана вот это я сейчас об этом скажу по сметане начали обманывать и они пишут не то 400 но марина видео записала то есть следующее видео будет именно про обмануток а по факту там 320 или 330 максимум а вы знаете какой прикол фермер то во благо начал обманывать фермер во благо начал обманывать мы мы взяли сметану во благо в семье взвешили вот он пишет не то 400 а по факту сметаны там получается 310 грамм вот так вот начали это обманывать до 392 это банка да а без банки должно быть 400 так что во благо обманывать мы сейчас видео записали вы ему скажите что ближайшее время про него видео выйдет чтобы он отправлялся в отдельное видео прямо написали рассказали где это вот ребята такое бывает то есть ну вот стал очень крупным фермером и вот немножко начал обманывать то есть если вот тару вычесть получается как раз у него триста двадцать где-то выйдет драма бывает такое бывает а сейчас ему замечание сделаю это я думаю что он справится все через общественность то есть мы тоже пользуетесь и приносим у него раньше такого не было это вот последнее время что-то у него ничего есть вы не с молоком он это подбодяживать начал на знакомый депутат берет ему там замечание сделали он начал будет более менее как-то исправляться сейчас опять что-то непонятно не перестали во благо брать именно то что обманывать так тогда получается 6 я от вас не уеду это не настоящий моего края вкусно плящи в саделик вот тех кто который с детства это не это не пойти в магазине купить где ешки там и пусть такой найти накручен по это здесь именно такого мяса мяса что же еще взять посмотрю параллельно что-то может еще ухватить мед ребята мне с чернушкой привезли мед там глава местного там поселения привез мед много меда с сотами прям это такие прям ну как бы опять я вот ем сотами мне не очень кто-то как нравится мне не нравится то что этого много его глотать нельзя полностью потому что там воск то есть потом на зубах бывает так застревает не очень все ребят вот такие вот сабельки теперь точно все домой ой ребят меня уже в животе урчит вы даже не представляете как так в чеке я все взял чтобы вам показать вот этот 390 390 390 390 390 рублей 50 копеек это вышли сардельки и получается вот чек 1500 1587 но второй чек вылез со скидкой уже получается вот 853 рубля 40 копеек то есть половина практически скинули здесь соответственно второй чек внутри стоит когда мне было скидки потому что я балла списал тут еще фермер подъехал тут постоянно подъезжает фермера разных машинах то есть привозят то мясо то сало то вкусняшки нас немножко поджали ну все ребят я думаю что в принципе видео вам должно понравиться если нравится пишите лайкайте чем больше будет комментариев чем больше будет лайков а лучше ничего страшно я подожду подожду а еще лучше знаете как давайте сделаем вот если наберется там две тысячи просмотров до блин я еще одну такую видео запишу всем понравится ну соответственно для того чтобы набралось его надо же лайкать комментировать и тогда он наберет всем пока и и и и Субтитры создавал DimaTorzok